Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. СБУ обвинила Яндекс передачи России персональных данных украинцев. Пушилин считает позитивной идеей возобновления переговоров Москвы и Вашингтона по Донбассу. В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели двухстороннюю встречу в Версальском дворце Большой Трианон, который ранее был резиденцией французских королей. Разговор, продлившийся почти три часа, завершился пресс-конференцией, в ходе которой оба лидера искали общую повестку взаимоотношений. Затрагивая тему конфликта на Донбассе, Эммануэль Макрон заявил, что считает возможными новые санкции против России в случае эскалации боевых действий. Владимир Путин, в свою очередь, парировал, что ограничительные меры в отношении Москвы никоим образом не приблизят Киев и Народной Республики к мирному урегулированию. Кроме конфликта на Донбассе, президенты обсуждали широкий круг международных проблем, в том числе координацию действий в борьбе с терроризмом, ситуацию на Корейском полуострове и сирийское урегулирование. Служба безопасности Украины заявила, что обыски в киевском и одесском офисах Яндекса связаны с тем, что менеджмент компании якобы отправлял в Россию персональные данные украинских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, место жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы СБУ. В частности, как заявляют в службе безопасности, информация собиралась о сотрудниках правоохранительных органов и чиновниках. В ведомстве также отметили, что собранная информация передавалась спецслужбам РФ якобы для планирования подрывных операций в ущерб суверенитету Украины. Найденное во время обысков серверное обеспечение и документация будут отправлены на экспертизу. Позднее в Яндексе отвергли все обвинения СБУ. Как отмечается в релизе компании, ни у сотрудников Яндекса Украина, ни у руководства подразделения доступа к персональным данным пользователей нет. Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимные, подчеркнули в Яндексе. В настоящее время российская интернет-компания консультируется с юристами и для защиты своей команды собирается предпринимать необходимые действия. В заявлении Яндекса говорится, что сейчас это самый важный приоритет. Возобновление переговорного процесса между США и Россией по урегулированию конфликта в Донбассе позволит повлиять на официальный Киев в плане выполнения минских договоренностей. Такую точку зрения выразил полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин. Напомним, что накануне американская газета Washington Post, ссылаясь на официальных лиц, сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о перезапуске переговорного процесса с Москвой по украинской проблематике. Учитывая значительную приверженность украинской власти западным партнером, инициатива возрождения диалога между Соединенными Штатами Америки и России по мирному урегулированию конфликта на Донбассе является скорее положительным сигналом. США, хоть и не является стороной переговорного процесса нормандского или минского форматов, все же могут оказывать существенное давление на Украину. Идти на компромисс по доброй воле официальный Киев не станет. Также стоит отметить, что российская сторона уже заявила о готовности к переговорам с Вашингтоном по конфликту в Донбассе. Как сообщает газета «Известия», со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова, Москва ожидает, что в скором времени США назначит куратора в Госдепартаменте по этой теме, который станет преемником Виктории Нуланд. При этом подчеркивается, что двухсторонний диалог по Донбассу не станет заменой нормандской четверки, а наоборот поможет реализации минских соглашений.